Тема сегодняшнего послания. Я постараюсь быть кратким настолько, насколько смогу. Да, постараюсь быть кратким, потому что при многословии не избежать греха. Ну и понимаете, что я младенец во Христе, я всего лишь 8 годиков двигаюсь за Богом. Поэтому не судите строго, исследуйте Писание, размышляйте над Словом Божьим и слушая мое послание, вникайте и смотрите на это послание через призму Иисуса Христа, для того, чтобы враг душ человеческих не мог проникнуть и исказить чистое Евангелие, чистую благую весть, чистое Слово, которое пришло к нам от престола небес. Люблю вас, благословляю вас и благодарю Бога, что Его благодатью я могу сегодня наслаждаться тем, чем я наслаждаюсь, потому что ничего невозможно получить самостоятельно. Если Бог не созиждет дома, то все напрасно. Напрасны наши труды, наши усилия, напрасны наши заботы и переживания. Если Господь не созиждет дома, то все будет напрасным. И сегодняшняя тема послания будет благословение небесного престола. Благословение небесного престола – это благословение, которое невозможно заслужить. Это благословение, которое невозможно найти собственными усилиями. Это благословение, которое исходит свыше. И все мы с вами рождаемся через кровь и плоть. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. И начальник и совершитель нашей веры Господь Иисус Христос, Он учил нас о том, что надлежит вам родиться от воды и духа, надлежит вам войти в силу. И Его благодатью мы идем в эту силу, и Его жертвой мы входим в эту силу уже в момент принятия Иисуса Христа. Но надлежит еще пройти определенному времени, как говорил Сергей в послании своем до меня о том, что надлежит пройти определенному времени, прежде мы войдем в эту силу. И это и есть Божье Царство, и это и есть Божий Закон. И ни один из учеников не проходил другого пути. Все ученики Иисуса Христа, они прошли именно этот путь. Путь принятия покаяния, путь погребения и путь воскресения. То есть покаяние, погребение в учении Иисуса Христа, в Его Слово. И мы знаем, что даже апостол Павел, он, приняв Иисуса Христа, пошел в Первую апостольскую церковь, пошел к Петру, через Ананию был приведен, и он был наставлен в учении Иисуса Христа апостолами. Павел, который учился у ног Гамалиила, который был представителем церкви, знал закон, знал в совершенстве. И более того, Павел, который в совершенстве исполнял этот закон, и он говорил, более всех могу похвалиться я, по правде законной, непорочный человек, который по закону был непорочен. И его авторитет, и его власть была велика на тот момент. Но Бог не смотрит на внешнее, Бог смотрит на сердце. И Богу твои усилия и твое усердие по соблюдению Божьего слова и Божьего закона, оно не нужно. Бог как раз и дал закон для того, чтобы он был где-то водителем, а к тому, чтобы ты осознал, что ты не можешь исполнить закон. И Павел, когда хвалился о том, что я могу исполнить закон, он хвалился через призму своего мышления и через призму своей жизни. И так как он видел святость и праведность, так он считал себя непорочным по закону. Поэтому Бытие 3 глава, вы будете, как боги, знающие добро и зло, ее начало, ее исток в том, что мы думаем, что мы проживаем свою жизнь. На самом деле мы рождаемся через кровь и плоть в мир, который согрешил и лишился Божьей славы, Божьего Духа и Божьего Царства. И слава Божия, первое упоминание об этом есть в Бытие 1 главе, 2 стихе написано о том, что земля же была безвидна и пуста, и Дух Божий, то есть слава Божия носился над водою. И когда мы говорим о том, что человек лишился славы Божьей, мы говорим о коренной проблеме, о том, что человек, искушаемый сатаной, сам захотел стать как бог, и обманулся и попал под власть самого главного противника, самого искусного хитреца и обольстителя, который называется сатана. Сатана, он и есть ангел света, да, и часто сатана приходит в виде ангела света, да. Коренное местописание, Деяние 1.8. Вы примете силу, когда сойдет на возду святой, будете мне свидетелями, да. И сатана, он был в Божьем Царстве, он был херувимом, он был архангелом осеняющим, да. Он был призван служить Богу, благословляя человека, но он не захотел, сердце его нашлось в беззаконии, да. И произошла на небе война, да, Откровение 12 глава, 9 стих написано о том, что и низвержен был великий дракон, древний змей, называющийся сатаною. Он и ангелы его были низвержены с ним на землю. И именно этот ангел, который описывается в Иезекииле 28 главе с 13 по 19 стих, отписывается его совершенство и его идеальность, его исключительное положение в Божьем Царстве. То есть придраться не к чему было, да, совершенный. Нанизано было, там описывается украшение и камни. И в конце, в 19 стихе говорится о том, что он будет попираем всеми народами. И это Божье провидение в том, что однажды мы разоблачим главного иллюзиониста, главного виновника всех страданий человеческих, это невидимого противника сатану. И наши братья и сестры, она не против крови и плоти, но против начальств, против мироправителей тьмы, против духов злобы поднебесной, да. И он был низвержен на землю, и он действует в воздухе. И в Ефесянам 2.1.2 написано о том, что люди живут по обычаю мира, по воле этого князя, они схвачены бытие третьей главой, будете как боги, знающие добро и зло. Именно поэтому очень легко сатане работать через стратегию 1 Коринфянам 11.14, по-моему, да. Неудивительно, что и сатана принимает вид ангела света. То есть это и есть стратегия сатаны, в которой мы обманываемся, обманываемся, не видя коренную проблему, и начинаем думать, что мы стоим. И апостол Павел говорит, тот, кто стоит, бойся, чтобы не упасть. И как только приходит мысль, что ты стоишь, в этот момент ты уже проиграл. Потому что, забывая заднее, мы стремимся вперёд для того, чтобы понять тайну Христа, понять силу воскресения Его, чтобы через смерть, через крест, верою быть погребённым и войти в силу воскресения, когда наша жизнь преобразится и трансформируется через действия Божьего Духа и Божьего Слова. И другого пути в Божье Царство и в благословение Небесного Престола просто не существует, да? И что ещё нам говорит Библия? О том, что 1 Петра 5, 7, 8, да? «Трезвитесь, бодрствуйте», 6, 7, по-моему, «трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». На кого атакует дьявол? Конечно, неутверждённых, неукоренённых слов и неутверждённых людей, которые ещё не достигли познания истины. Именно поэтому этот рыкающий лев, угрожая, да, сначала пугает, а потом похищает, да? То есть в любви Божьей нет страха, и если мы ещё имеем в себе страх, то мы не осознали, кто мы, куда мы идём и что нас ожидает, да? И поэтому противник сатана, он как рыкающий лев, он действует в ценах противления, он действует в людях, которые не познали тайну и не вошли в духовную силу и не наслаждаются ещё благословением Небесного Престола. И здесь у него огромная платформа для работы, потому что этот хитрец, начиная от Адама и Евы, и через ваших предков уже через ДНК ведёт вас по этой жизни, да, и вёл нас по этой жизни. Но слава Богу за эту благодать, которую нам даровал, за кровь Голгофского креста, через которую мы освободились от этой власти и можем иметь силу для того, чтобы сокрушить дела дьявола. И Лука 10, 19, так и написано, «Се даю вам власть наступать на змеев, скорпионов и на всю силу вражу, и ничто не повредит вам». Сатана, он строит козни, да? И Ефесянам 6 глава, с 12 по 18 стих. Облекитесь во всеоружие Божие для того, чтобы вам противостать, просите, в козни дьявольских, да? Сатана строит нам козни и препятствия для того, чтобы мы не осознали силу Христа и тайну Христа. Он препятствует познанию этой тайны, потому что как только человек получит откровение о Христе, познает эту тайну, полностью власть сатаны будет разрушена и сокрушена над этим человеком, и он войдет в закон духа жизни, в закон жизни по сердцу Бога, в центре которой будет стоять именно Иисус Христос. Также сатана ведет движение, Матфея 12 глава, с 25 по 28 стих. Иисус в 28 стихе говорит, «Если я Духом Божьим изгоняю из вас бесов, то достигла вас Царствие Небесное». Поэтому сатана, он занимает позицию в доме, и там говорится о том, что дом, разделившийся сам себе, не устоит. Если сатана сатану изгоняет, как устоит его царство. Необходимо понимать, что сатана завладел нашим домиком через Адама и Еву и устроил свое царство внутри нас. Поэтому, когда мы приходим ко Христу, нам необходимо осознать, что мы есть чистый лист, и через покаяние обновляться духом нашего ума. Потому что в нашем разуме, в нашей душе еще очень много ложных убеждений и неправильных мыслей, которые не от Божьего престола, опять же, они от мира, от обычаи этого мира, из коренной проблемы. И сатана ведет движение очень сильное, 12 глава, 43, Матфея, 45 стих. Движение собственных усилий, говоря языком благовестия, движение религии, движение собственных усилий по попытке освободиться от этого противника, от этого невидимого духа, который действует в ценах противления. И мы можем приложить усилия воли, и мы, Божьи дети, мы априори находимся выше сатаны. Сатана, он же обманщик. И мы можем приложить усилия и освободиться от какой-то зависимости, от какой-то проблемы, от какого-то запинающего нас греха. Но если мы это сделаем собственными усилиями, а то однажды, написано, возвращается, сатана берет всем злейших, и такому человеку бывает еще хуже. Именно поэтому движение закона и движение собственных усилий, оно никогда не будет иметь пользы, потому что единственный способ освободиться от власти и царства тьмы – это благодать Господа нашего Иисуса Христа. И говоря об Иисусе Христе, мы всегда должны понимать, кто такой Иисус Христос. Это центр нашего послания, это все, что нам дал Бог. Иоанна 20, 31 написано о том, что все Евангелие написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Для чего написано все Евангелие и вся Библия? Она написана лишь для того, чтобы мы вошли в осознание этой тайны, что Иисус – Он и есть Христос. Иисус – это тот, кто сокрушил сатану, согласно пророчеству Бытия 3, 15. Когда сатана обманул Еву, Бог сказал сатане в 14 стихе, что «ты проклят». И почему мы попадаем под проклятие? Потому что мы находимся под юрисдикцией той духовной сущности, которая проклята. И этот подарок мы получаем в свою жизнь тоже, можно сказать, даром. Находясь в статусе непринявших Иисуса Христа, люди получают проклятие этого Духа. Он ползает, будет на чревес, с прахом во все дни жизни своей. А мы знаем с вами, что мы созданы из праха, и у нас было вдохнуто дыхание жизни, и слава Божия была вдохнуто в нас, и мы ее утеряли. И чем питается сатана? Плотью в нашем теле, да? Мы получили подарок, плоть. И так как закон в римлянам 8 главе написано с 3 по 4 стих, да, написано о том, что так как закон, ослабленный плотью, не мог довести людей к... Давайте выведем на экран в точности, еще не заучено это описание у меня. Римлянам 8 глава, 3-4 стих. Так как закон, ослабленный плотью, был бессилен, да, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в подобии, то есть Он не имел греха, то есть Он пришел от Бога, у Него не было этой субстанции у Христа, для того, чтобы осудить грех во плоти. И 4 стих. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. То есть, о чем здесь говорится? О том, что Бог дал нам закон как детоводитель ко Христу. Закон – это как лакмус своего бумажка, в которой была признана показать нам тот факт, что ты несовершенен, ты не идеален, и ты согрешил, и ты лишился славы Божией. Именно это назначение закона. Но когда мы делаем акцент на законе, то по закону, через призму обычаев этого мира, мы можем смотреть на слово не через того, через кого нужно смотреть, а через дух этого мира, и тогда происходит искажение совершенного Божьего закона. И в этом есть совершенный Божий закон. Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим. Это дух. Всей душой своей, это наши мысли. И всеми силами, то есть телом. То есть Первая Западь говорит нам о том, чтобы мы возлюбили Господа Бога своим всем духом, душой и телом. Но проблема, которой оказался человек, не позволяет ей это сделать. Поэтому этот закон был ослаблен плотью. И поскольку человек не пытался решить проблему своей праведности, он никогда не сможет этого сделать и никогда не сможет это решить. Потому что это решить невозможно. Все согрешили и лишены Божьей славы. И честно к этому процессу и честно внутрь себя заглянуть. Мы даже, да, минуты не любили Бога так, как нужно Бога любить, да? Если нет нас благодати Христовой. Вот так всем сердцем, всем душой, всем телом, да, вот так любить Господа, да? Мы даже минуты так не любили Бога, да? Как это должно делать согласно закону. Но для того и пришел Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола, да? 1 Иоанна 3, 8, да? Он пришел для того, чтобы сокрушить сатану, и он это сделал. Христос пришел в подобии плоти греховной и пригвоздил эту плоть ко Христу. И когда мы принимаем Иисуса Христа, мы верой принимаем крест, да? Разве вы не знаете, что вы смертью его крестились? Мы верою принимаем тот духовный факт, что наши грехи, наша плоть, она осталась на Голгофском кресте. Она сораспята со Христом. И мы умерли для закона, да? Умерли для закона, чтобы принять закон Духа жизни. Мы с законом Бога освободились от закона греха и смерти, от заповедей человеческих, да? Не от заповедей Божьих. Именно я хочу подтвердить от заповедей человеческих, когда мы смотрим на Божий закон через призму духовной проблемы, через призму обычаев мира. Это и заповеди человеческие. Заповедь на заповедь, правило на правило, и в итоге уходит в сторону человек, да? И семя жены, это и есть Христос, да? И бытие 3.21. После грехопадения Бог проливает кровь животных для того, чтобы покрыть человеческий грех. Адам и Ева убоялись, да? И этот завет, завет крови. Адам и Ева убоялись, и Бог проливает кровь животных и дает им кожаные одежды, указывая на кровь Спасителя, кровь Мессии, которая искупит нас в последующем. Исход 3.18. Моисей говорит, отпусти народ мой в пустыне на три дня пути. Иисус был поребен три дня, да? И воскрес на третий день, мы с вами знаем, чтобы нам привести жертву Богу нашему. Моисей с народом пошел принести жертву крови и восстановить отношения с Богом. Также Левитам 17.11 написано о том, что душа тела в крови, и я назначил ее для жертвенника, ибо кровь сия, душу, душу очищает. То есть только через кровь можно очистить душу, через кровь завета, через кровь, которая дана нам с небес. Это и есть Христос, который пролил за нас эту кровь, чтобы очистить нас, да? И душа Христа была излита, он душу свою отдал за церковь и за нас с вами. Для того, чтобы его душа стала нашей душой, он ее отдал нам и пролил ее за нас, да? осудив грех во плоти. И таким образом, идя дальше, после креста идет погребение, о чем проповедовал Сергей. Погребение это есть время, когда мы погружаемся в воду, в воду, да? в Слово Божьего, да? И когда Бог творил небо и землю, мы видим эту воду, да? Первый день творения Бог творит свет, Бытие 1.3, сказал Бог, да будет свет и стал свет. И этот свет и есть свет Христов, это и есть Христос, потому что свет не солнечный, солнечный свет был сотворен Богом на четвертый день. А этот свет, этот свет Христа, именно поэтому говорится, что он есть альфа и омега. И во второй день Бог отделяет воду от воды. Бог отделил воду от воды и создал твердь и назвал твердь небом. Почему Бог назвал твердь небом? Потому что в воздухе действует князь этого мира, дух этого мира. И почему небо является твердью? Это проводник для действия духа, для действия духовного мира, для действия небесного престола. Именно через небо происходит движение небесного престола. Поэтому Бог назвал твердь небом и отделил воду от воды. И мы с вами знаем, что в бытие 6.14 вода, которая над твердью была излита во времена потопа, вода, которая над твердью была излита. И мы часто поем хвалу Бог излей свой дождь. Есть вода с небес, а есть вода от земли. Она, эта тайна сокрыта именно в духовной проблеме. Есть вода, которая от небес, от престола. И это есть Иоанна 1.14, слово, которое стало плотью. Это и есть вода с небес, Христос, и есть жизнь, он и есть истина, он и есть путь. А есть вода, которая под твердью. Это вода обычаях этого мира, духа этого мира. Это течение человеческое, течение гуманизма, философии, течение, которое противится Христу и отделяет людей от познания этой тайны. Поэтому без погребения, без погружения в эту воду жизни невозможно войти в духовную силу и получить эту силу, и получить благословение небесного престола. Именно поэтому, братья и сестры, мы с вами следуем единственному пути, Иоанна 14, 6, которому нам сказал Иисус, «Я есть путь истины и жизнь». И так как Он пошел на крест, мы, веруя, принимая крест, заходим с вами в погребение для того, чтобы получить силу и получить что? То, что обещал нам Бог. Деяние 1, 8. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Однажды в свое расписание будущим погребенным в воду жизни, погребенным в учение Иисуса Христа, мы примем силу и получим состояние, которое Иисус называл Лука 4, 18, в которое вошел сам наш начальник и совершитель веры. Он сказал о том, что «Дух Господень на мне, и Он помазал меня благовествовать нищим». Нищим каким нищим? Духовно нищим, которые все согрешили люди, лишены славы Божьей. Благовествовать нищим, проповедовать лето Господне благоприятное, выпускать измученных на свободу. Кто такие измученные? Нечистые духи Божьего, царство сатаны, которые мучают людей, которые сами мучаются и страдают, потому что они проиграли войну на небесном престоле и были низвержены на землю. Думаете, они не страдают? И они также страдают, но они не хотят покориться Богу и никогда этого не сделают. ни сатана, ни его приспешники. Поэтому выпускать измученных на свободах можно только через изменение и обновление духа нашего ума от Духа Божьего, находясь в Божьей воде. Мы очищаемся и однажды в свое расписание приходит эта сила и Дух сходит на нас. Когда мы принимаем Иисуса Христа, написано 1 Коринфянам 3.16, разве вы не знаете, что вы храм Бога живого и Дух Божий живет в вас? Дух Божий входит внутрь нас. Но младенец рождается, он хотя и господин всего, но еще находится где-то в рабском положении, потому что ему необходимо возрасти в зрелость, возрасти в силу, возрасти в отцовство. Конечный путь младенца это отцовство. И мы с вами имеем сильного духовного отца, который полагая жизнью от сердца служит Богу и перед Богом ведет отчет. И это огромное благословение иметь такого отца, обладающего именно этой духовной силой, обладающего сердцем Бога и ухватившимся за завет всемирной евангелизации, за волю Бога, за сердце Бога. И поэтому благодарение Богу, что мы сегодня можем строить этот ковчег. Мы с вами ученики Иисуса Христа находимся внутри завета, по Божьей благодати мы ухватили за путь ученичества, за путь духовного воспитания. Мы встали на этот путь, который прошел апостол Павел. И это получение ответа заранее. Сегодня мы все сидящие здесь можем насладиться тем ответом, который мы получим заранее. Силой, которая сойдет и которая воскресит наши смертные тела, и которая преобразит нас в образ Христов без наших усилий. этим мы можем уже сегодня здесь каждый из вас наслаждаться. Однажды, не оставляя учения, не оставляя молитвы, ты войдешь в эту силу. Деяние 1.3 Молитва это время, когда Бог является тебе. Иисус Христос являлся ученикам, учил их о Божьем Царстве, о Небесном престоле. Когда они были сосредоточены на Христе и молились, Он являлся им, Он приходил к ним. И это было ощущаемо на физическом уровне, Он сам являлся им. Какую огромную благодать они имели. И сегодня, когда мы молимся, мы тоже можем видеть Христа невидимого, потому что никто не может назвать Иисуса Христа Господом, как только Духом Святым. И когда мы молимся, Иисус является нам. И тайна это есть духовная тайна. И необходимо почувствовать вкус молитвы и почувствовать вкус общения с Творцом. И это невозможно почувствовать, если мы не молимся. Это невозможно понять, если мы не делаем эту духовную практику, этот духовный инструмент, который нам дал Иисус. И Он сказал, должно вам молиться в притче и не унывать. Никогда не унывать. Знаете, что небо и земля, престол небесный управляет над всем. И не нужно унывать. И в итоге, что необходимо сегодня нам? нам необходимо сегодня именно благословение небесного престола. Благословение небесного престола начинается тогда, когда мы признаем Иисуса Христа своим Господом. Матфея 16, 16. Иисус, ты Христос Господь Сын Бога Живого. Я ехал вчера и слушал эту песню о том, что ты сделаешь Иисусу, называемому Христом. Как ты можешь, что ты можешь сделать Христу, который на Голговском кресте Иоанна 19, 30 все уже совершил и сокрушил силы тьмы. Ты бессилен перед Творцом, ты бессилен перед этой благодатью, перед этой силой. Ты ничего не можешь сделать перед Его всепоглощающей любовью, которую Он тебя любит. Независимо от того, как ты живешь правильно, по закону неправильно, Бог любит тебя и желает, чтобы ты пришел именно к Нему и сделал Его хозяином своей жизни. И благословение Небесного престола начинается именно с этого. И когда мы сделаем Христа хозяином, мы станем на этот путь для того, чтобы войти в эту силу, Бог именно тогда особенно возрадуется. Покаяние это то, чему радуется Бог, чтобы привести нас в воскресенье. Потому что без признания проблемы, как можно решить проблему. И первое, что необходимо сделать, это прийти к покаянию, прийти к истинному покаянию, которое на примере Давида, если мы возьмем, движение массива, когда было, народ израильский находился под гнетом филистимского гнета, филистимляне нападали на Израиль, или, который был священником, он упустил завет, Бог избирает Самуила, приходит к нему, и через Самуила начинается движение массива. Что такое? Самуил собирает народ израильский и приводит его к покаянию. Весь народ оставляет идолов, оставляет Астарт, оставляет Ваала, оставляет всех своих идолопоклоннических богов, сжигаются все ритуальные вещи, сжигается все, идет движение покаяния всего народа, где народ прекращает думать и решать, кто прав, кто виноват. Здесь сейчас вопрос не в этом, не решить проблему, кто прав, кто виноват. Важно сегодня прийти к покаянию и осознать в том, что мы все являемся одним целым, одной частью, и все нуждаемся сегодня в единстве, в объединении, в движении реформации, но не революции. И это происходило во времена Самуила. И как раз во те времена Илья, священник, упустил завет, и ковчег был похищен филистимлянами. То есть завет был упущен, ковчег завета был украден, и Илья упал, и кряхнул, и умер с ворот, с ограды написано. Почему? Потому что священник, который был держателем и участником Божьего завета, держателем этого ковчега, он упустил ковчег, он упустил Христа, упустил этот завет. Эта катастрофа пришла. И Илья не переживал о том, когда убили его сыновей. Он не переживал, убили его сыновей, которые не служили Богу, они служили другим богам, Астартам, Ваалу поклонялись. Илья умер тогда, когда забрали ковчег завета. Это говорит о том, что в сердце его все равно был завет, и он держался за этот завет. И когда Самуил начинает движение массива, движение покаяния и движение ученичества, он начинает читать им Слово Божие, он начинает им провозглашать завет, начинает Авраама, начинает Адама, он начинает восстанавливать этот завет. Народ кается, бросает свои идолы, приходит к Богу, восстанавливается в богослужении, восстанавливается в духовной силе, для того, чтобы эта духовная сила распространилась на душу, на умы людей, чтобы эти умы людей, преобразованные и трансформированные, перешли на дела, на тела, на поступки людей. И это и есть движение восстановления завета, движение массива, движение ученичества. И благодаря этому движению массива встает Давид. 1 Царств, 16 глава, 13 стих. Самуил помазывает Давида. И написано о том, что с тех пор Дух Господень был на Давиде, всегда с ним. А от Саула Дух Господень ушел. То есть в этот момент произошло духовное действие. И Давид это был человек, знающий тайну. Он никогда не воевал против крови и плоти. Он воевал по духу, несмотря на то, что Саул преследовал Давида впоследствии. Хотел его убить. Он молился за Саула. И когда Саул был убит, он слезами изливался. О чем он скорбел Давиду? Он знал эту тайну, что Саул попал под стратегию сатаны. Что Саул попал и обманулся в духе. И он любил Саула. И даже отстригал ему, помните, в пещере одежду его. Показывал ему, что у тебя есть твоя одежда, твоя праведность. Эта праведность, она ничего общего с праведностью Божией не имеет. И он показывал Саулу. Давид, смотри, вот кусочек твоей одежды. И Бог говорил о том, что Бог пребывает вместе со мной. Это был Давид, находявшийся в родословии Иисуса Христа. Бабушка которого была Арааф. Которая была блудницей. Она во времена Иерихона приняла соглядатаев. И народ Божий вошел в Ханаан, в землю, куда придет Мессия. Почему эта земля была важна? Потому что в эту землю пришел Христос. Не потому, что там течет молоко и мед. И бабушка Давида, она была блудницей. Но она через веру получила Царствие Небесное, Небесный Престол. И вошла в движение всемирной евангелизации. В движение Завета, основанного на крови Голгофского Креста. И это есть огромная благодать. И написано, что 1 Царств 16 глава Давид в 23 стихе, когда играл на гуслях, когда душа его славила Господа, нечистые духи оставляли Саула. Когда ты присутствуешь в Божьем Царстве, когда твое сердце переполнено Христом, когда ты переполнен благодатью, когда это течет из тебя, как поток. Это Божье Царство, оно наполняет местодействие. Оно изливается на людей. Оно переходит за пределы тебя. Оно изнутри тебя росло, выросло. Вошел ты в силу. Дух Святой сошел на тебя. И это Царство заполняет все. И этому свидетелем был Давид. И он увидел Христа задолго до его пришествия. Все псалмы его, они говорят о Христе. И сам Христос, он говорит о людям. Если я сын Давидов, то почему Давид называет меня Господом? Да, Иисус говорит, указывая на духовную проблему. Давид называл Христа Господом, а люди говорили, что ты сын Давидов. Христос не сын Давидов. Иисус Христос, это есть Альфа и Омега. Это есть вечный, совершенный Бог, пришедший во плоти. Это огромная тайна, в нее нужно войти. И Давид побеждал льва и медведя. И когда говорили, Саул победил тысячи, а Давид победил десятки тысяч, это слава Божия начинает открываться народу. То есть когда все на своем месте, когда Бог является хозяином, это переходит в следующий этап. Мы, ухватываясь за завет, Деяние 1.14, входим в горницу Марка, как ученики, встречаясь с начальником и совершителем веры, и входим в завет в Деяние 1.8. Именно поэтому сила, которая была у Давида, она превосходила время и пространство. Давид опередил эпоху, он видел будущее. И в сердце Давида, что было в сердце Давида? В сердце Давида был ковчег завета. И он, когда вернули ковчег завета, он прыгал и славил Бога, что ковчег вернулся, а спасение пришло в мой народ. И он любил свой народ истинной любовью, Божьей любовью, не на основании своих мыслей, а на основании Слова Божьего, на основании завета. И он радовался, когда ковчег вернулся. И он говорил, «Я живу во дворце, а ковчег завета, скрижали завета, находятся под шатром». Его это печалило. Его сердце было в том, что народ мой находится в состоянии стенаний, в состоянии духовной нищеты, что народ мой поклоняется идолам. когда ковчег завета лежит на улице, «Я живу во дворце». О чем он думал? О себе? Нет. Истинная жизнь, братья и сестры, она заключается в том, что мы должны перестать искать скрытых мотивов и думать только о себе. Мы есть одно целое. Мы есть один народ. И не нужно отделять себя от народа, который за стенами этого здания. Мы все равно один народ, если мы не будем проповедовать Евангелие силой, которую дает Бог и методом, который дает Бог и благодатью, то однажды они придут к нам и будут смеяться над нами и говорить, «Выведи, как у Авраама, выведи нам ангелов, мы надругаемся над ними, совершим над ними прелюбодеяние с Содоми и Гамори». Пришли люди и требовали этого. Отлота, который говорил, «Возьмите мою дочь, а не трогайте ангелов Божих». Лог готов был пожертвоваться дочерью, отдать ее, но только не предать Господа. И ангелы тогда закрыли уста и глаза этим людям невежественным, которые восставали против Бога в Содоме и Гамори. Поэтому нужно это понимать. И когда апостолы собрались в горности Марка, в Деяния 2 глава пришла сила, с 1 по 4 стих, сила пришла, и они получили то, что им говорил Бог. И тогда совершилось действие всемирной евангелизации. Открылись 15 стран. В Иерусалим пришли на поклонение 15 народов. И они услышали эту благую весть через уста апостолов. Но эти уста говорили чисто Евангелие о Христе, и они говорили своими силами, а не там. Это просто изливалось из них. Просто Бог провещевал через них. Просто они начинали говорить иными языками. Они начинали свидетельствовать об имени Иисуса Христа на языках тех народов, которые были на тот момент. И народы дивились, разве они, откуда они знают наш язык, да? Это чудо произошло. Чудо Божье. И этим языком они свидетельствовали об имени Иисуса Христа. И произошло... Приложились 3000 учеников. 3000 учеников приложится тогда, когда мы будем готовы принять их. Пока сосуд не готов, зачем прикладывать ученика? Он и сам в яму идёт, и ученика в яму приведёт. Поэтому для чего прикладывать ему? В своё время обязательно Бог приложит учеников. И когда произошло это действие, произошло исцеление во всех сферах жизни, да? Благословение Небесного престола сошло в Матфея 6.33. Они искали прежде всего Божьего Царства, и правда его остальное всё к ним приложилось. И Иоанна 10.10 написано, что враг приходит украсть, убить и погубить. Но для того я пришёл... Но Сын пришёл, чтобы мы имели жизнь, имели жизнь с избытком. И что такое жизнь с избытком? Это несовершенное здоровье, уникальная семья, совершенная работа, хорошее материальное положение и присутствие власти твоей в этом мире. Не это и есть жизнь с избытком. Жизнь с избытком — это и есть жизнь под покровительством Небесного престола. Когда ты понимаешь, что твоя жизнь искуплена Богом, ты взят им, ты наполнен им, ты научен им, и ты действуешь его силой, и он это делает через твой сосуд. Это и есть жизнь с избытком. Это и есть жизнь не коленно преклоненная. Это и есть жизнь в силе. Это и есть жизнь в духе. И в Деянии 4 главе написано, помните, когда апостолам запретили благовествовать об имени Иисуса, пришли и уйдет и сказали, мы вам запрещаем благовествовать об имени Иисуса. Что сказали апостолы? Они пошли и молились. И сказали, они восстают на тебя, Христос. Они восстают, Бог, на твоего помазанника. И помоги нам с дерзновением говорить слово, несмотря на то, что они хотят убить нас за имя Иисуса Христа. Они молились об этом, и Бог содрогнул то место. Содрогнулось то место, и снизошла на них сила, и они вышли, и они продолжили свидетельствовать об имени Иисуса Христа. Потому что, кого нам угодно слушать, Бога или человеков, если Бог в Своем воле говорит нам о том, что нам необходимо проповедовать, неужели нужно слушать человеков, которые говорят, не проповедуй. Как можно не проповедовать, если ты познал этот вкус жизни? Если ты познал этот избыток? Если ты видишь действие небесного престола? Если ты видишь ангелов, восходящих и нисходящих в своей жизни? Ты встречаешь ангелов, ты имеешь руководство и водительство, ты превосходишь время и пространство, и ты понимаешь, это дано тебе не потому, что ты хорош. Нет, ты не хорош. Потому что Он пришел и избрал тебя и поставил тебя в этом доме светить светом своим 237 странам мира. Это и есть завет сердца. И ради этого Бог положит все. Бога никто никогда не смог остановить. Это никто не смог сделать. У Бога есть бульдозер. И когда нечестивые в своих умствованиях достигают предела, Он заводит этот бульдозер и сметает все с земли. И снова строит через тех людей, которые ухватываются за завет. И эти люди понимают эту тайну. И они не хвалятся собой. И они не вступают в конфликты. Они не судят никого. Они ведут движение Христа и благой вести и Его воли. Они сами следуют за Ним. Куда не призовет их? Они убелили своей одежью кровью Агнца и не возлюбили своей души до смерти. Они одели праведность Христа через веру на себя. Они ходили верою. Они ходили невидением. Они умирали для того, чтобы мы сегодня имели жизнь. Стефан умер для того, чтобы рассеялись ученики. И через это рассеяние Филипп мог в Самаре проповедовать Евангелие. И там происходили чудеса. И туда пришли апостолы и возложили руки. И люди исполнились Духа и начали тоже проповедовать это Евангелие. И там был один хлопец интересный. Он пришел и попросил этой силы у апостолов за деньги. Чудак. Представляете? Я, говорит, так же двигаться хочу и дает деньги. Они, говорит, остановись. Покайся прямо сейчас. Покайся. Нельзя это получить за деньги. Ты что, Бога в купюру вложил? Безумец. И они, он сказал, молитесь за меня. Они молились за него, чтобы Бог не вменил ему этого греха. И они были особенно в возбужденном состоянии на тот момент. Поэтому помилование не зависит от помилованной. И от подвязающегося не зависит сила. Сила приходит от Бога и сила приходит к Его благодатью. Это и есть благословение небесного престола, превосходящее время и пространство. 3000 учеников в приложении и дальше пошло движение экономики. Экономика приложилась. Экономика приложилась каким образом? Люди начали продавать имения. Потому что наше жительство на небесах, да, люди, движимые духом, полагали жизни, продавали имения, собирались в общины и направляли апостолов на миссионерство во все страны мира. Они отправили их до края земли. А сами, продав имение, находились в вере, в учении, в молитве и пребывали, заботясь об общине, покрывая нужды питания, одежды, да, но они были тоже учениками и они трудились, зарабатывали финансы и эти финансы полагали на миссию для того, чтобы апостолы могли проповедовать, невзирая на свое финансовое положение и апостолы не нуждались ни в чем благодаря этим людям, лидерам простых верующих, которые полагали свою жизнь ради Евангелия. И сегодня, что такое благословение небесного престола, это осознать, что это не какое-то мистическое движение, при котором по мгновению ока все изменится. Реформация начинается с тебя. Реформация начинается с каждого из нас. Начинается тогда, когда мы ухватываемся за Христа, когда мы держимся за завет и за жертву Голгофской крови, когда мы следуем за Ним верою, невзирая на обстоятельства. Именно этого боится Сатана. Он, как крикующий лев, приходит и пугает, но, невзирая на обстоятельства, нам нужно ухватиться за завет и ждать эту силу. И, братья и сестры, каждый из нас на своем этапе. Когда ты, я пришел сюда, не в следующем слове правды, сидел там и записывал каждое слово Андрея Владимировича в тетрадку. И продолжаю это делать по сей день и не остановлюсь это делать до конца. Потому что Бог сказал, чти день субботний, да? Чти богослужение, чти день богослужения. Бог говорит с кафедры, говорит через Духа Святого, живущего в учениках. Духом провещевает. Поэтому если ты смотришь на кафедру и на меня как на человека, то ты обманываешься. Не понял еще этого. Что не может человек жить всемирной евангелизацией, если этого не захочет Господь. Мы находимся в бытие третьей главе. Нам не надо это. Если признаться честно, никто из нас не хочет идти до края земли и проповедовать Евангелие. Это желание дает только Бог. Это желание не может прийти от человека. И это желание любви к Богу и любви к человекам приходит тоже от Бога. Когда мы превосходим Дух этого мира силой Божией, когда мы можем увидеть кукловода и иллюзиониста, который стоит за людьми, когда мы можем привести движение реформации и покаяния всех сегодня, всех и церквей, и народа, и властей, и правительства, нам нет смысла сегодня говорить о том, кто прав, кто виноват, кто что сделал, а кто что не сделал. Нам сегодня необходима консолидация и обновление завета подобно тому, как это было в движении на массиве, когда произошло покаяние народа, когда все от мала до велика, нищие и богатые, власти и народ, все пришли к этому осознанию, что мы зашли в тупик, и сегодня нет смысла кого-то за это судить, за всем стоит противник душ человеческих, да, и находясь вот вчера в Новосибирске, я Божьей благодатью встречался, была божественная встреча, я приехал работать на гастроли, в гостинице спал до обеда, потому что ночь ехал, и вышел в обед, и меня посадили на обед за столик, было очень много народу, там большая конференция была, бизнес-конференция одной большой компании, и меня посадили за стол, и я сел за стол, и как вы думаете, кто сидел за этим столом? За этим столом сидел пастор тысячной церкви города Новокузнецка, за этим столом сидел адвокат, который защищает христиан, и является защитником христиан веры евангельской, адвокат от этой церкви, который представляет интересы христиан, и сидели служители двое, и Бог посадил меня туда, в этот большой зал, который, ну, он необъятный, и я пришел, сел туда и узнал об этом, и мы поговорили, и мы пообщались о том, что происходит сегодня, и мы поговорили о том, что нам делать дальше, и сегодня кто-то имеет духовную силу с ревностью говорить и кричать во всеуслышание, что нам нужно остановиться и покаяться, да, и обличать, кто-то сегодня занимает другую стратегию сокрытых учеников, которые были или сокрыты, и они питались с хлебом, да, одним из служащих, госслужащих царя, сокрытые ученики, Бог над всем братья и сестры царствует, и нам никогда не понять его своим провидением, но одно Бог говорит точно, покайтесь и придите ко мне все труждающие, все обремененные, прекратите идти брат на брата, народ на народ, царство на царство, зачем вы обманываетесь, почему вы не видите за этим противника, и почему вы не можете прийти к покаянию, потому что гордость завладела сердцем и тех, и других, гордость не позволяет народу простить власть, а власть боится и под страхом прийти к покаянию и наоборот. И поэтому мы не можем выйти из этого тупика, пока мы не сбросим все свои погоны и регалии, и пока мы не придем к Господу и не совершим это покаяние, и не извлекем уроков из истории, и не пойдем в будущее, которое будет созидать Господь. все сокрушится, и Содом и Гоморра пал, и говоря о кафедральных посланиях, да, есть конец человека, конец эпохи, и есть конец вселенной, вселенский ответ. Конец человека в чем? Если он только отверг Христа, это уже конец. Все это смерть. Если ты оставил учение, оставил Христа, оставил молитву, оставил течение слова, это смерть твоя пришла. Все, ты просто проиграл. Если ты проиграл здесь, ты не можешь стать полноценным участником жизни этого общества, ты находишься в действии духа этого мира, ты не мыслишь категориями мы, ты мыслишь категориями я, Бог своей жизни. Как ты можешь стать полноправным участником созидательного процесса страны, мира? Никак. Поэтому только в этом и сокрыта вся тайна, мыслить категориями мы. растение не наслаждается ароматами, которые оно издает, оно светет и оно не для себя цветет. Солнце не нуждается, оно не для себя светит и освещает всю землю. И дерево оно не для себя дает кислород. Но это же безумие рубить дерево, зная, что ты дышишь воздухом, который оно дает, и ты срубаешь это дерево. Когда Бог говорит, владычествуй над землей, управляй ей, а ты срубаешь дерево и не понимаешь, что ты умрешь, рубя его. Потому что дыхание прекратится в твоих ноздрях, что кислорода не будет. И это делает противник сатана. Поэтому сегодня нам как никогда, и мы сегодня живем в прекрасное время, и мы не вступаем в конфликт, и мы не судим. Мы провозглашаем имя Иисуса Христа, мы воюем с противником. Это четко нужно знать. Это нужно знать 24 часа. Это нельзя получить от воскресения до воскресения. От того, что ты в конюшню ходишь, ты конем не станешь. Это нельзя получить за 30 минут, и мы ехали назад с этого мероприятия с сестрой с КХЦ, и мы наслаждались общением, и мы упивались с Христом, и мы не смотрели, кто из нас прав, кто виноват, и у нее возник такой вопрос, а что это у вас правильно, а у нас неправильно? Я говорю, сестра, не обманывайся, я сейчас не говорю о том, что у вас правильно, а что неправильно, я лишь говорю о том, что нам нужно прийти к Иисусу, и если ты так мыслишь, сатана вложил в твою голову эти мысли, потому что это не от Бога, осуждение, оно не от Бога, от Бога оправдание и милость, от Бога объективная оценка ситуации, от Бога видение и направление, по которому нужно идти, поэтому если ты судишь, если ты вступаешь в споры, если ты вступаешь в басни, если ты постоянно сосредоточен на осуждении других людей, и ты сам себя тюкаешь, значит, сто процентов, ты сам к себе же это одеяло, потому что каким судом ты судишь, тем и осудишься, значит, ты себя не можешь принять, значит, ты не можешь принять, что ты оправдан, что ты прощен, и мы говорили с этой сестрой о том, что я чувствую, что я не хороша перед Богом, вот это состояние религии, состояние пустоты и отсутствия Бога в сердце, что сатана будет вкладывать, ты не хорош, и ты должен еще вот тут подтянуть, вот тут, вот тут, вот тут, пока ты все это подтягиваешь, мир погибает, и апостолы, они ухватились за миссию, за мир, и когда они ухватились за этот завет, и стали служить, стали сосудами, через которых Бог служил, то Бог очищал их по пути, и апостол Павел не был очищен до конца, у него был ангел сатаны, жало вплоть, но апостол Павел в Царстве Небесном, это просто разрывает мозг, благая весть, как так, несовершенный попал в Божье Царство, живущие по плоти, плотские, живущие по духу, духовные, плоть противится духу, что бы ты ни делал по плоти, Бог не смотрит на плоть, Бог смотрит на дух, и как только мы ухватываемся за миссию, идем за духом, очищает наш сосуд, это истайна Христа, как только ты становишься слугой, Бог начинает чистить тебя, как только ты вытащишь бревно из своего глаза, ты увидишь сучок в глазе брата, только такой путь, реформация начинается с тебя, и нам сегодня нужно говорить об этом, а нужно провозглашать и вести движение Христа на местах действия, и нам нужно понимать, и все должны понимать, что мы не враги друг другу, и революция нам не нужна, 905-917 год, мы знаем, как нам досталась революция, это тысячи миллионов беспризорников, это полностью разрушена экономика, это брат идет на брата, это русские рубят русских, это ужасно, это страшно, это мародерство, это хаос, нам не нужно туда идти, нам не нужно идти на баррикады, нам нужно взяться за завет, покаяться, и братья и сестры, недавно проходили выборы, но нам необходимо сегодня каждому лично зайти в избирательную кабинку Божьего Царства и Небесного престола, и поставить голос за Иисуса Христа, нам нужно туда войти, где никого не будет, ни наблюдателей, ни каких-то парламентеров, в эту кабинку вход свободный, и за нее сегодня никто не борется, Христос сегодня не нужен миру, они сами стали как боги, и это не осуждение, это просто констатация факта, и в моем сердце боль за это, и в моем сердце боль за это состояние моего народа, мира, потому что эта боль находится в сердце Бога, и поэтому эта боль моя боль, и именно поэтому сегодня нужно зайти в эту кабинку и проголосовать за Христа, и я призываю вас, каждого, кто смотрит эту трансляцию, каждого, кто увидит это слово, обратиться к Господу, совершить достойный плод покаяния, каждому всем нужно покаяться и восстановиться в завете, и пойти за Христом, аминь, Иисус есть Христос, разрешитель всех проблем, на Голгофе все совершилось, на этом наша трансляция заканчивается, мы благословляем всех братьев и сестер, которые сегодня находятся по миру рассеянных, сокрытых, тех, кто находится сегодня в гонениях, благословляем их, и молимся за всех, кто сегодня терпит холодно, готовят гонения ради имени Иисуса Христа, слава Богу за них. Редактор субтитр